Чулпан Хаматова Исполняет заглавную роль в поставленном вами спектакле под названием «Бедная Лиза» Оказалась сейчас в самых счастливых обстоятельствах, в самом счастливом положении, в котором может оказаться женщина Вы, в свою очередь, оказались перед выбором либо временно снять этот спектакль Либо найти другую актрису, которая должна отвечать высочайшим критериям, высочайшей планке, заявленной после Чулпан Хаматовой То есть это и хореографическая подготовка более чем серьезная, и как драматическая актриса она должна быть на высоте Я знаю, что вы нашли такую актрису. Можно поподробнее? Кто это? Кто же это? Елочка, зажгись! Я сначала обращалась... Первым делом я позвонила Диане Вишневой Но график совсем не совпал, и мне очень жалко, потому что я ее обожаю, и мне кажется, что это было бы правильно Потом я встречалась и практически договорилась с Наташей Осиповой Ее не отпустил Большой театр И когда уже я плюнула на все это дело и сказала Жене, Жень, ну ничего не получается, давай все это отложим Он говорит, нет, Женя Миронов в смысле Художный руководитель Театра нации Где собственностью руководитель Театра нации Да, где этот спектакль прописан и идет И Женя жестко, он говорит, это должна делать ты Но он это сказал с самого первого дня, как мы узнали о беременности Чулпан И как-то он настоял на этом Вообще Женя умеет быть жестким, требовательным, очень таким целеустремленным Не только в профессии своей, в актерской, но и в профессии художественного руководителя театра И как-то под его упором и напором я начала репетировать Вот так И я сейчас с огромным удовольствием играю бедную Лизу Но это другой спектакль совсем Ну конечно другой спектакль, потому что Чулпан, совершенно другая данность Милое, прелестное существо И играет какую-то свою бедную Лизу А я естественно с высоты собственных лет, опыта и так далее Играю совсем другого персонажа Но ничего в тексте хореографическом не меняется Поменялся Андрей Меркурьев Он стал более жесткий, мощный, какой-то такой брутальный Ну вот так То есть у режиссера-постановщика, к актрисе особых претензий сейчас нет Ну есть конечно претензии Режиссер с актрисой все время работает над этими какими-то маленькими недостатками И постепенно эти недостатки изживает Вот так я бы сказала Мы все гордимся тем, что в 1980 году фильм Владимира Меньшова С таким поэтическим, но в то же время жестко правдивым названием Москва слезам не верит Да Получил Оскар как лучший иностранный фильм Но не все знают, что вместе с ним в том же году на Оскар выдвигался То есть по сути конкурировал с Меньшовым Анжи Вайда Фильм называется «Барышня из Вилко» «Пан из Вилко» Вилко, да, «Барышня из Вилко» Или «Волчики» по-польски Я не знаю, почему в одном переводе так, в другом переводе так, не понимаю Ну, у Ярослава Ивашкевича, у человека польского происхождения, который написал эту новеллу У него, по-моему, как раз вот второй вариант Вилко Да Или «Волчики» «Волчики» Второй Вы так закивали головой, наши зрители догадались, что что-то вас связывает с первоисточником С Ивашкевичем, с барышнями Да, да, да Что? Да, да Вот совсем недавно я вернулась из двухмесячного пребывания Из двухмесячной ссылки в чудесном городе Модена, Италия Где мы с Алвисом Херманисом делали спектакль по прозе Ивашкевича барышни из Вилко Спектакль получился каким-то необычайно, каким-то странным по своим отношениям По своему отношению со временем, по своей тягучести, по своей какой-то такой, по своей ритмике, по своему пульсу Очень красивый, очень чувственный Поехал сейчас в гастрольное турне по 18 странам Если мне не изменяет память, там пять очень хорошо прописанных женских ролей и одна изумительно прописанная мужская Да У Анджио Вайда это был Альбрихский Альбрихский Вот здесь об актерах, если можно поподробовать Кастинг делал Алвис Это актеры в основном из Ромы, из Рима и из Милана Еще девочка из Венеции, актриса Потрясающее совершенно, как загадочное совершенно существо И потрясающий артист Сержио, который исполняет главную роль, который, в общем, все время на сцене и ведет этот спектакль Потому что проза Ивашкевича, Алвис ее сжал, сократил, но все время звучит этот потрясающий текст, это замечательная проза Такая чувственная, такая тягучая, такая... Чеховско-бунинская Да, 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 такая, пахучая такая И, в общем, конечно, актер является таким главным паровозом всей этой истории И совершенно потрясающие декорации придумал Андрис Фрейбергс Но это мэтр Но это мэтр, да, я с ним работаю уже больше 20, по-моему, лет И обожаю его, и люблю, и с ним... Он теплый человек, абсолютно как такой большой ребенок Может обижаться, как-то так негодовать по-детски Работать с ним удовольствие, потому что он, мне кажется, знает про театр все Чувствует стиль, чувствует качество мизансцен, качество любого поворота головы И слушать его, общаться с ним огромное удовольствие Я уже не говорю про Алвиса И, в общем, нам было очень хорошо Давайте попробуем определиться, вот здесь, находясь в Москве С географическими координатами Значит, Алвис Херменис С которым, я смею предположить, вы знакомы уже давно Он руководит латышским новым театром Да Почему итальянские актеры? Где латышский язык? Где Грация Синьора? Почему так все сложно? Потому что... Хореограф из Москвы Когда Алвис приехал в Москву и работал здесь над рассказами Шукшина Как раз параллельно я работала над бедной Лизой И Алвис пришел на открытый показ И, правда, до того, как он посмотрел репетицию Он сразу же мне сказал, давай что-то делать вместе И сразу же закидал мне кучей всяких фантазий Каких-то мечт, которые роятся у него в голове А потом пришла история с Моденой С этим достаточно крупным театральным агентством Италии Которая по традиции приглашает человека Который в прошлом году получил титул лучшего режиссера Европы В прошлом году это был Некрошус И он ставил у них Анну Каренину В этом году Алвис, который тоже получил титул лучший режиссер Европы И вот он получил в Модене этот ангажемент Я понял Теперь вопрос такой жадина-говядина Когда же мы увидим этот спектакль Или нужно покупать билеты в Италию? Нет, тратиться не надо Тем более, что, по-моему, уже спектакль находится в Испании Поэтому за ним не угонишься Мне кажется, что спектакль должен приехать в Москву В следующей осенью Или в Ленинград, не знаю По-моему, ну, что-то такое Но он должен быть в России Вернемся к бедной Лизе Вот сейчас с другой исполнительницей Это, я напомню нашим зрителям Это, безусловно, драматический спектакль Но это театр движений Там нет слов Там все, либо, не в послесловии, нет Там в подстрочнике все В подстрочнике Теперь это сейчас очень модное слово После такого замечательной передачи Которая транслируется на канале «Культура» Ага, ну да, видите, как-то так уже в подсознании значит Ну а если бы там звучало одно слово Вы понимаете, какая ответственность была бы за этим словом? Вот что это было бы за слово применительно к вашему спектаклю К вашей режиссуре и бедной Лизе? Прости Прости? Конечно Конечно Вообще, мне кажется, что, общаясь с режиссерами, я все время слышу, как очень многие мечтают поставить спектакль, где нет слов Это такая, почему-то, драматических режиссеров, это такая форма очень манит И почему-то никто не делает Потому что, наверное, не знаю, я не умею делать иначе А, наверное, им очень сложно сделать без слов Я не знаю, но все время я слышу и от Кирилла Серебренникова И от Жени Каменьковича И от многих, и от многих И от Алвеса Ну, Алвес, кстати, это делает Но очень многие хотят делать вот такие Не такие, как я, нет Но просто спектакль, где нет слов Но вот в барочнях из Вилка Там слова сознательно убирались В пользу хореографии? Слова сознательно убирались Неправильно я сказала, извините, не в пользу хореографии А в пользу движения Движения, мизансцен, жеста В пользу атмосферы Которую мы пытались создавать Вот таким вот, таким варевом Вот жестов, движения Поворотов головы, взглядов Вот такой вот Но великие театральные режиссеры Любили повторять, что самое ценное на театре Это когда актеры на сцене молчат Ну да Кстати, Олег Иванович Борисов Я знаю, что он старался вообще В роли как можно больше сократить текста Потому что он понимал Он однажды просто это сказал Я присутствовала при этом разговоре Что мощь артиста как раз выражается Не тогда, когда он говорит А тогда, когда он молчит Но вот сегодня в России Вот театр движений, по сути Это некая инновация получается для нас Хотя во всем мире это уже Это такое несчастье, Юлиан Это мне так надоело вообще на эту тему говорить Что в мире это уже Ну вы правильно абсолютно говорите Что уже давно Это занимает Такой театр Одно из таких больших мест В театральном ландшафте А у нас все это еще как новация-новация Новация-новация Ну сколько ж можно Ну что делать А вы с Олегом Ивановичем Борисовым При каких обстоятельствах работали? Напомните, пожалуйста Это, мне кажется, очень важный момент в вашей жизни Это очень важный момент Ну, во-первых, я дружила с Юрочкой Борисовым Да, и мы в их доме собирались И кутили, и безобразничали Поскольку это была молодость И мы, в общем, были такими шумными ребятами И надо сказать, что и Алла Романна И Олег Иванович очень радушно всегда нас принимали И потом был спектакль «Пиковая дама» с Олегом Ивановичем Который делал Юрочка И я делала там движение И Сережа Вихарев там танцевал И потом был его юбилейный фильм-спектакль на телевидении Который назывался «Лебединая песня» Где я тоже делала хореографические композиции Хореографические сцены Говоря о великих людях Я хотел бы вспомнить и Евгения Колобова С которым вы работали в новой опере над Травиатой И я помню, что когда мы с вами разговаривали Я вот забыл вас спросить Пользуюсь сейчас моментом Вы сказали, что он тогда Общение с Колобовым определило ваше понимание музыки Что имеется в виду? Ой, ну, во-первых Любое общение с большим музыкантом Будь то Ростропович, с которым мне посчастливилось работать Будь то Крэмер, Колобов Это пытаешься узнать Это просто момент образования Я, ты познаешь И я не стесняюсь спрашивать о том, чего я не понимаю О том, что я не знаю А я, естественно, очень многое не знаю И я не стесняюсь в этом признаваться И эти люди просто меня образовывали И маэстро Колобов, конечно, когда три месяца сидишь рядом с ним Все время слышишь, что он говорит Как он говорит, как он дышит во время репетиции Как он делает замечания У тебя из такого взгляда на музыку, на оперу Вдруг начинает это все расширяться И ты понимаешь какие-то вещи, которые тебе дальше Раньше были вообще закрыты для тебя И они начинают постепенно открываться И ты поражаешься глубиной, мощью этого мира Ну вот это Колобов Вот мы с вами чуть-чуть затронули тему Пресловутой инновационности театра движений А как вы думаете, можно сейчас в России При помощи стратегических каких-то воздействий Например, больших умов из театра Из школы-студии МХАТ При помощи ваших друзей Создать некую программу Которая бы позволила Министерству образования Министерству культуры Уделять больше внимания этому направлению Театрального движения вообще, в принципе Да, несомненно, это можно делать Но самое главное, делать хорошие спектакли И самое главное для меня Чтобы зритель ходил на спектакль «Бедная Лиза» Это очень понятный язык Потому что что может быть понятнее Из языка жестов Языка танца Ничего более Он у нас в инстинкте Ну конечно, конечно Поэтому нужно прививать вкус и желание И умение это воспринимать Говоря о спектаклях в этом жанре В этой стилистике Доступны ли нам, российским зрителям Спектакли, которые вас, может быть, потрясли Или хотя бы один спектакль Посоветуйте Боже мой Чтобы мы привили свой вкус Ой, боже мой, ну конечно Но Пина Бауш Самый великий, на мой взгляд, ее спектакль Кафе Мюллер Где она сама принимает участие И это будет самым большим потрясением Наверное Ну это невозможно этому не потрястись Потому что Говоря даже об этом У меня ком встает в горле Потому что это такое мощное Какое-то невероятно чувственное Сильное потрясение Воздействия всего Смыслов движения Музыки Тишины Шума Всего Мы все В босоногом детстве И короткоштанной юности Ходили По многу раз На фильм Под названием Бал Но это потрясение было тоже Вы знаете что? Вот это очень смешно Я недавно Пересмотрела Это такой детский лепет на лужайке Он мне, правда, и тогда не очень понравился Думаю, что тут какая-то Фигня Советского неподкованного зрителя Вы же понимаете Сейчас это, наверное, как кич какой-то смотрится Ой, это очень смешно Это так наивно Это так Смешно Глупо Примитивно Тогда действительно Как-то, ну, вроде ничего Но Я понимаю Потому что А что в кинематографе этот жанр Не столь интересен, как в театре Потому что в театре вот здесь и сейчас Или это претензии конкретно к режиссеру И, может быть, тогда исполнителям А сейчас в кино можно сделать нечто Ну, вы знаете, что тоже Кстати, тема закрытая для России По всему миру Огромное количество Фестивалей Телевизионных фильмов Такой Видеодэнс И то, что там показывают Это просто чудеса монтажа Чудеса понимания ритма Вообще чудеса Но к нам это вообще не приходит Оно до нас почему-то не доскребывается И это очень жалко Потому что мы лишены Очень большого пласта культуры Мы ее просто не знаем Ну, вот мы сейчас поскреблись с вами немного Поскреблись Но мы же ничего не можем показать А вот если бы канал культуры что-то показывал Закупал бы такие программы Такие фильмы Вот бы дверка бы и открывалась постепенно Спасибо вам за совет Пожалуйста Спасибо Алла Сигалова Заслуженная артистка России Педагог Замечательный хореограф И режиссер Постановщик В главной роли на телеканале культура Спасибо Спасибо, спасибо за цветы Как всегда красиво Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok